Учиться в Краснодарском университете МВД не сахар. Это существование практически в режиме военного времени. Но есть специальность, где, как говорится, глаза горят. Мы видим, что даже убывая в каникулярный отпуск, они продолжают изучение. Мы посредством сети интернет все это можем отслеживать и видим, что действительно дети интересуются. По прибытию из отпуска они интересуются, когда уже на сдаче следующего экзамена. То есть такая тенденция наблюдается. С таким рвением учатся специалисты по защите информации и информационным технологиям. Обеспечить безопасность не только в пространстве, но и в информационном поле современные задачи для системы МВД. Защита информации – требование времени. В 2011-м в структуре ведомства появилось даже новое подразделение – это Департамент информационных технологий. Современная жизнь заставляет иметь специалистов высококлассных, и мы хотели бы свои готовить. Мы открыли, пролицензировали эту специальность и сейчас ведем и наращиваем и материальную базу, которая позволит обучать этих специалистов. Подобрали довольно высокого класса специалистов, педагогов. В России всего три университета – Московский, Санкт-Петербургский и Краснодарский. Эти лидеры и готовят айтишников для полиции. Готовим кадры для Южного округа и Северо-Кавказского. И каидаты на учебу нам направляют именно с этих регионов. Новые направления требуют не только оснащения, но и учебно-методической поддержки. Два раза в год Краснодарский университет собирает специалистов по отраслям. Тут штурмуют сложные темы преподавательский состав. На сборе представители всех филиалов Большого университета. Два года назад мы начали набор двух новых специальностей. Для нас это новое направление, новый тренд, новый вызов. Апгрейд в айтишном мире – норма жизни. Так, этапом в развитии нового направления стало открытие Академии ЦИСКО в Краснодарском университете МВД России. Первой сетевой академии в системе вузов этого министерства. Эта лаборатория – часть самого большого виртуального учебного класса на нашей планете. ЦИСКО – мировой лидер и знает, почему существует дефицит IT-специалистов. Присутствует разрыв между фундаментальными знаниями, которые дают учебные заведения по теории, и востребованными практическими навыками. Соответственно, программа сетевой академии ЦИСКО призвана вот этот разрыв сократить. Давать практические навыки работы на современном сетевом оборудовании, давать знания в области сетей передачи данных информационной безопасности. И работодатели этот тренд поддерживают. Курсанты университета здесь могут учиться проектировать, строить и эксплуатировать локальные глобальные сети, искать решения вопросов информационной безопасности в корпоративной среде. С помощью этих знаний можно предотвращать преступления, обеспечивать быстрый доступ к информации и базам данных. Именно это и есть сверхзадача президента и министра внутренних дел – создание специальной единой телекоммуникационной сети. Говоря простым языком, полицейский интернет должен быть в каждом подразделении органов внутренних дел. То есть в связи с этой задачей мы приходим к простой арифметике. В каждом подразделении должен быть как минимум один сотрудник.